Всем привет, добро пожаловать на мой бьюти канал снова, меня зовут Юля и на этом канале мы говорим о косметике и красоте В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о новом рождественском запуске от NARS, а именно их рождественской коллекции 2021 В эту коллекцию вошла палетка для лица, которую я взяла, называется она High Cheek Profile И также в эту коллекцию вошла палетка теней, которая, как мне кажется, смотрится невероятно скучно Я решила взять палетку, она смотрится наиболее привлекательно из этой коллекции Эту палетку я покупала в Sephora, стоила она 59 долларов И на сайте Sephora говорится, что мы получаем очень хорошее предложение, покупая эту палетку Потому как если бы мы покупали все эти оттенки из этой палетки по отдельности, то мы заплатили бы 113 долларов Первое, что меня привлекло, как ни странно, это упаковка картонная, даже начнем с нее Она выглядит вот таким образом, очень милая, девчачья и на ней очень много ленточек Но сама упаковка этой палетки выглядит вот таким образом, она очень компактна И на ней также имеется большое количество ленточек И фактуру этих ленточек вы можете почувствовать, когда дотрагиваетесь до них Что очень приятно, кстати говоря, я не ожидала, что мне будет приятно трагиваться до этой палетки И вот таким образом эта палетка выглядит внутри Невероятно красивая гамма Мне кажется, каждый найдет в этой палетке свой любимый оттенок Самое главное, это то, что эта палетка позиционирует себя как контурная палетка То есть в ней мы можем найти хайлайтер, бронзер, я так понимаю, вот это два оттенка бронзера и румяна Мы посмотрим на то, может ли эта палетка назваться контурной и универсальной для всех и каждого Но по первому взгляду, конечно, видно, что вот этот бронзер, самый темный, он имеет в себе какой-то такой красноватый оттенок Очень надеюсь, что он не будет очень красным на лице Ну а теперь давайте перейдем к свочам Палетка свочится очень хорошо Мне понравилось, как посвочился хайлайтер Хайлайтер это такой насыщенный оттенок шампанского То есть он не просто, знаете, такой легкий золотой оттенок, как у Бекки Нет, он прям такой хороший, золотистый Прямо, ну, издалека можно увидеть Мне кажется, он подойдет больше для загорелой кожи Тогда как все остальные оттенки, они в принципе подойдут для всех оттенков кожи Мне понравилось больше всего, как посвочился вот этот оттенок Невероятно мягкая формула именно вот у этого оттенка румян Тогда как все остальные румяна, они свочились, ну, хорошо, как бы нормально Но именно этот оттенок румян обладает наиболее кремовой формулой, что мне очень понравилось И эта палетка от NARS сделана в Италии И срок ее годности 18 месяцев NARS обещает нам невероятно классную формулу румян Она какая-то супер инновационная, невероятно легко поддается растушевке Мы это посмотрим Что я заметила, это то, что бывает сложно открыть палетку Особенно если у вас длинные ногти Как-то она не так легко открывается, как другие палетки, как мне показалось И давайте начнем с нашего так называемого бронзера У меня на лице есть немного пудры от Cosas для того, чтобы закрепить мою основу Я использую кисть, кстати, от Jaclyn Hill в коллаборации с Morphe под номером GH02 Это кисть вообще из натурального ворса Нанесем это на яблочки щек Это будет наш контуринг Я не знаю насчет того, нравится ли мне оттенок этого так называемого бронзера Может быть в качестве румян использовать этот оттенок это нормально Но в качестве бронзера это прям странно смотрится Это не смотрится как контуринг Да, то есть это возможно контур, который подойдет более загорелой коже Но на моей светлой-светлой коже это смотрится просто немножко странновато, скажем так Да, мне не нравится этот оттенок, бронзера нет Дальше давайте посмотрим на вот этот Мне кажется, этот оттенок бронзера будет чуть получше Честно, когда я увидела эту палетку, я знала сразу, что мне, наверное, не очень понравятся сами оттенки контура Но вот именно румяна это то, что, наверное, привлекает большое количество людей, когда они видят эту палетку Ну и дизайн, конечно же Оттенки для контуринга это что-то очень персональное У каждого человека разные требования к цвету их контуринга, к бронзеру Поэтому мне кажется, многим понравится именно румяна в этой палетке Этот оттенок, он определенно смотрится чуть получше Но все равно, он не идеальный оттенок бронзера Далее я хочу смешать вот эти два оттенка Возможно, из них получится тот самый идеальный оттенок для контура Мы это посмотрим Нет Возможно, это оказалось плохим вариантом Все смотрится именно таким же образом Немножко нанесем сюда, хотя, наверное, это ошибка большая Нет Давайте лучше перейдем к румяну Мне кажется, румяна это самая классная часть этой палетки И я хочу начать с самого светлого оттенка Вот этого вот кораллового оттенка Я использую кисть свою от Raffer под номером 05 Эти румяна 100% чувствуются сатиновыми, когда вы пытаетесь набрать их кистью Но смотрится красиво, да, так сразу свежает лицо И вот таким образом это смотрится на правой щеке Пока что мне нравится формула Ничего плохого сказать не могу И дальше давайте попробуем вот этот оттенок И нанесем его на эту щеку Тоже очень хороший оттенок Я бы сказала, опять же, универсальный Свежает лицо И невероятно легко наносится Очень мягкая формула у всех этих румян И я пока не вижу, чтобы эти румяна делали акцент на моих порах Я не вижу, что они подчеркнуты, что очень круто Это здорово, когда румяна не подчеркивают никакие недостатки кожи И давайте попробуем вот этот оттенок Я на него засматривалась в первую очередь Потому что это вот тот самый, я не знаю, идеальный осенний оттенок С розовинкой Очень-очень красиво смотрится Так я буду использовать другую часть кисти Да, это смотрится очень красиво Мне пришлось стереть мою помаду Потому что, когда ты много говоришь Появляются на губах такие белые полоски Я ненавижу, когда это случается Поэтому я извиняюсь, если вы иногда видите белые полоски на губах Я иногда не вижу их Но в этот раз я это увидела Итак, мне кажется, что этот оттенок наиболее близок к тому, что я люблю в румянах Он смотрится красиво Опять же, освежает лицо Этот оттенок румян Как же он называется? Он называется у нас Just Last Он определенно имеет в себе эту розовизну То есть нет такого, как, например, в палетке от Hourglass Где мы не смогли различить, где какие оттенки Румяна от этой палетки можно различить на лице То есть нет такого, что каждый из них смотрится одинаково Что очень круто И последнее, что мы хотим попробовать Это, конечно же, хайлайтер Хайлайтер смотрится немного страшно Устрашающе Он, мне кажется, будет смотреться очень слишком золотисто Давайте же посмотрим на это В принципе, он смотрится очень даже неплохо Ну, конечно, сразу виден этот золотой отлив Возможно, как топпер для теней Навеки он будет смотреться хорошо С этой палеткой, мне кажется, лучше бы пошел какой-нибудь оттенок Я не знаю, розоватый или серебристый Но золотой, конечно, да, понятное дело Это палетка для праздников Как бы праздники, это всегда золото Это много ярких оттенков Да, но все равно было бы классно Если, может быть, даже два хайлайтера было в этой палетке Я не знаю, ребят, что вы думаете? К сожалению, это не мой оттенок хайлайтера А жаль Я люблю, конечно, золотистые хайлайтеры Да, вот как хайлайтер от Беки Или хайлайтер от Анастасии Баверли Хиллз Но именно у этого слишком много вот этих золотистых частиц Которые смотрятся не совсем естественно на лице Так вот он смотрится И перед тем, как мы сделаем конечные выводы об этой палетке от Нарс Я хочу показать вам, как мое лицо смотрится вблизи Вот таким образом смотрится хайлайтер Он красиво смотрится под разными углами на свету также И румяна тоже смотрится, как мне кажется, очень достойно Их можно увидеть, а это самое главное Итак, что я могу сказать о новой палетке от Нарс Это то, что она сделана очень хорошо Мне понравилась формула этих румян Это сатиновая формула И, кстати, у большинства румян в рефилах есть небольшие блесточки То есть это нужно иметь в виду Это не простая матовая формула румян Хорошие, это ходовые оттенки Это те оттенки, которые подойдут, скорее всего, каждому Они универсальны За исключением, наверное, вот этого ряда Потому что в этом ряду мы получаем невероятно золотистый хайлайтер Который, как мне кажется, смотрится не так классно на мне Как, например, если бы это был хайлайтер розоватый Да, с розоватым блеском или серебристый Просто это тот хайлайтер, который больше всего подойдет для загорелой кожи Формула этого хайлайтера, она хорошая То есть не могу сказать, что это какая-то ужасная формула Просто оттенок, он немного не универсальный И, конечно же, нельзя не упомянуть об оттенках для контуринга Вот эти два оттенка не очень хорошо подобраны То есть если бы это был обычный нормальный оттенок коричневый Да, без вот этой вот красноватости в пигменте Это было бы отлично и замечательно Однако даже, по-моему, вот в этом оттенке есть эта красноватость То есть я бы сказала, это не палетка для контуринга Это больше палетка румян Поэтому я считаю, я считаю, что если вы видели эту палетку И у вас ни разу не было палетки NARS Возможно, она вам понравится, потому что формула она классная И вы получаете большое количество классных оттенков румян от NARS Но если у вас уже есть, наверное, палетки от предыдущего года И у вас есть примерно такие же оттенки То, может быть, эта палетка вам не нужна Я бы, наверное, пропустила эту палетку Если бы не упаковка Ну, я просто поняла, что я хочу попробовать хоть раз формулу румян от NARS И, конечно же, чтобы у меня в коллекции была эта красивая упаковка Куплю ли я в следующем году что-то из рождественской коллекции от NARS Возможно, если это будет лучший подбор оттенков Я не думаю, что они сэкономили на формуле, когда создавали эту палетку Нет, мне кажется, формула она классная В общем, да, это все, что я хотела сегодня вам сказать об этой палетке от NARS Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете об этой палетке Понравилась ли она вам, зацепила ли она вас Собираетесь ли вы покупать ее Например, когда будет скидки, черная пятница Будет очень интересно это узнать И на этом я буду заканчивать свое видео Ребят, спасибо большое за просмотр Спасибо большое вам за лайки, комментарии и вообще поддержку Надеюсь, что ваша неделя началась хорошо Я хочу пожелать вам хорошего дня Прекрасного настроения И всегда оставайтесь красивыми Ваша Юля, мне прощаюсь Всем пока!